МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году за парты в третьей гимназии сядут 100 первоклассников. Что значит для них праздник 1 сентября? Мы узнали у самих ребят. Я знаю, что там учатся и все такое делают, чтобы потом стать хорошим учеником и быть первоклассником. Я знаю, что там надо учиться, еще выполнять задания. С первым учебным днем бобруйских школьников поздравил мэр Андрей Коваленко. В этот прекрасный день, 1 сентября, День знаний, я, конечно, желаю успехов нашим детям, первоклассникам. В первую очередь они вступают сегодня и открывают дверь в страну знаний, именно чтобы действительно эти дни у них были запомнены, радостные их первые шаги, чтобы они нашли много новых друзей, ну и, по крайней мере, тот процесс адаптации, когда они будут учиться эти первые месяца в школе, был действительно радостный для них. После торжественных линейок ребят по всей Беларуси ждал первый урок «Нам мир завещано беречь». Мне дома скучно стало, мне хочется играть, хочу скорее учиться и первоклассникой стать. Ученики одного из первых классов второй средней школы пришли подготовленными. Рад, что в школу пришел? Да. А что ты уже умеешь? Умею писать, умею читать, рассказывать стихи, умею писать буквы, цифры, умею считать где-то до ста. Для Валентины Орешко это уже седьмой класс, который она встречает в этой школе, но без волнения и переживаний не обходится. Первый учитель – профессия особенная. В этом году она поведет в школьную жизнь еще 29 ребятишек. Учитель – это такая счастливая профессия, потому что каждый раз соприкасаешься вот с этим миром детей, и первый раз приходишь в первый класс и все по-новому переживаешь, вот то, что переживают, наверное, мои ученики. Ученики за партами, родители за дверями волнуются, как на экзаменах. Первый раз, первый класс, конечно, очень трогательно все это, как бы не верится, честно говоря. Вячеслав Минин вместе с женой привел в первый класс дочь Анастасию. Эмоции переполняют. Впереди совсем другая жизнь. К школе все успели подготовить? Ну да, полностью. Даже, наверное, учили там стишок, учили там цифры, буквы, слога. Уже как бы ребенок подготовлен. У старшеклассников другие заботы. Для них этот первый звонок стал последним в их школьной жизни. Собранные серьезные, они уже точно знают, каким для них будет последний год в школе. Я очень переживаю. Я понимаю, что это последний год. Надо как-то хорошо отучиться, поступить. Это будет самый сложный год в школе из всех, который был, так как нужно очень много учиться, очень много приложить усилий, чтобы хорошо сдать СТ и после этого удачно поступить. Это будет, несомненно, сложно, но я надеюсь, что я еще проведу этот год как последний год детства. Я очень надеюсь, что он будет веселым и очень счастливым для меня. Самым же веселым стал первый урок в 67-м детском саду. Воспитанники спецгруппы говорят пока не очень хорошо, но зато смеются задорно и искренне. В нашей группе проводятся занятия по двум направлениям. То есть это формирование произносительной стороны речи, формирование лексико-грамматической структуры языка. Для 12 мальчишек и девчонок 1 сентября стал праздником с реальными подарками и чайпитием. Это как бы дополнительный праздник для наших детей, именно группы с тяжелым нарушением речи. Безусловно, эти дети нуждаются в любой поддержке, в любом эмоциональном всплеске, положительном, безусловно. Решили сделать детям праздник, подарок. Устроить им подарки вместе с развивающими игрушками, конструкторами. Пригласить клоуна сюда, чтобы детки почувствовали, что такое День знаний 1 сентября. Первый веселый урок длился недолго. Пока дети развлекались с клоуном, воспитатели готовились вручать подарки. Так как эти детки с особенностями, то у них должна быть развита хорошо мелкая моторика руки. Вы нам приобрели и конструкторы с разными деталями соединения. А так как в группе у нас больше мальчишек, из 13 детей 9 мальчишек, то вот такой очень интересный военный набор. Это любимая игрушка наших мальчиков. Спасибо вам большое. Гимном и вальсом в первой гимназии встречали новый учебный год. На линейке «Лицом к лицу» аксакалы-одиннадцатиклассники и несмышленые первоклашки. Малыши теребят букеты и торопятся рассказать все и обо всем. Стихи для школы готовили заранее. Сестренке не скучай, сказала, и буквы все ей отдала. Выпускница гимназии Ольга Шурина сегодня не просто гость на празднике знаний. Она мама первоклассницы. Уверена, в этом учебном заведении дочь получит достойное образование. Мы отдаем ее в надежные руки, мы в этом уверены, потому что, когда я здесь училась, я получила превосходную базу, которая на протяжении всей жизни мне помогает, как говорится, фундамент. Всего в этом году в первую гимназию за парты сядут 115 первоклассников. Это четыре новых класса. Я благодарна родителям, что они выбрали наше учреждение образования. Почему? Потому что все-таки доверяют, все-таки стремятся дать ребенку лучшее. А в нашем учреждении достойный контингент педагогических кадров. Наши выпускники гимназии 100% поступают в высшие учебные заведения. На память о торжестве знаний малышам подарки от гостей и старшеклассников. Улыбок много. Радость одна на всех. В стране появятся еще сотни образованных ребят. Пока почемучки разглядывают подарки и новую просторную обитель знаний, 11-классники обсуждают насыщенные каникулы и делятся планами на ближайший год. Я хочу связать свою жизнь с музыкой, поступать на артиста, на вокалиста. Вот как-то так. Сейчас учусь в филологическом классе и собираюсь поступать в Московский Останкинский институт на медиалингвиста. Этот учебный год станет для 11-классников самым напряженным. Репетитор и подготовка к тестам. Усиленная работа ради мечты. Лучшие ученики параллельно смогут предстать для себя в новой роли – парламентария. В сентябре этого года, уже в конце сентября, пройдут новые выборы в молодежный парламент. И хотелось бы, чтобы в молодежном парламенте были те учащиеся, те, ну скажем, ребята, девушки, которые действительно ведут активную жизнь, которые поведут за собой. Поэтому мы ждем, конечно же, в молодежном парламенте именно активную молодежь. Сегодня каждый десятый житель города на Березине сел за парту. Всего учебный год начался для более чем 20 тысяч бавруйских школьников. Учиться в грамоте. А что еще? Учиться хорошо петь. Заниматься. Ну, хорошо играть. А на чем ты хочешь играть? Пианино, скрипка там. Я люблю играть на пейте. Ульяне Зуевой всего семь. В этом году она впервые пошла в первые классы общей образовательной и музыкальной школы. Девочка уверена, сил и таланта хватит на все. Рядом мама с музыкальным образованием поддержит и подскажет. Ребенок у нас творческий, поэтому мы решили, естественно, давать музыкальную школу. И самое доступное, и самое, мне кажется, интересное, это как раз класс фортепиано. Это повышает образование самого ребенка, делает его разносторонне развитым. Вместе с Ульяной порог музыкальной школы в этот день переступило 160 первоклассников. По словам руководства, классы укомплектованы. Гитара, скрипка, фортепиано. Сегодня добор талантливых детей возможен лишь в подготовительную группу. У нас, в принципе, музыкальное отделение представлено всеми музыкальными инструментами. Духовыми, флейта, саксофон, струнные инструменты, фиолончель, скрипка, контрабас, народные инструменты. Все, что мы знаем, они тоже есть. Конечно же, фортепиано обязательно. Ну и хоровое отделение у нас сейчас. Первый день на сцене преподавателей первоклассникам сегодня можно лишь послушать музыку. Родителям собрать все необходимое для успешной учебы. В качестве стимула в изучении музыкальных азов – живые примеры. Гости не оставляют без внимания истории талантливых выпускников. Эта школа в этом году выпустила трех достойнейших учеников, которые пошли и будут дальше продолжать хорошие традиции музыкального искусства. Это Владлен Иванов, который поступил в Москву. Это наша Наташа Толстик, которая поступила в Академию музыки, академистка. И это наш Егор Некрашевич. Впервые за многие годы мы по классу трубы поступали. Взяли премию президента Республики Беларусь и поступили в музыкальный колледж. Отличились учащиеся школы и на региональном конкурсе пианистов в Бобруйске. Жюри высоко оценила виртуозность юных музыкантов. Уже сегодня пианисты активно готовятся к республиканскому конкурсу, который пройдет в 2018 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова